Очередная партия? Да, да, да. Очередная партия? С кем мы еще раз играем, я знаю. Владимир Федосеев. Владимир Федосеев? Петя, ты запомнил такого? Да Петя знает его. Я один не знаю. Кстати, он веселый парень. Да это все теория. Причем довольно заслуженный вариант, на самом деле. Так он веселый. Ну он после Артемьева вроде был вторым талантом, но по-моему последние два года он бухает что ли? Нет, он, он, он... Ты расскажешь, по-моему, что он убивает, да, Мюш? Ты ни с кем не путаешь? Да, это нет. Ты ни с кем не путаешь? Ну я не знаю, просто он старше Артемьева на три года. То есть сравнение оно конечно возможно, но оно такое свегка странное. Ну ему сколько лет, двадцать? Двадцать или двадцать один, наверное двадцать один. Ну год два назад у него был тот же рейтинг и... Нет, и года два назад у него был намного меньше рейтинг. В этом году он занял второе в этой высшире. В этом году он чуть не... Он в какой-то момент лидировал в суперфинале же. Ну да. Я могу найти сейчас, кто писал, что Федосеев бухает. Как, напишешь в поисковике Федосеев бухает? Нет, сразу нет. Как мы, ребят, как мы будем это выкладывать? Сло на один. А ясно? Сло на один, вот. Сло на один. Всё, замечательно. Если нас будут смотреть, если нас будет смотреть Федосеев, что мы будем делать? Ну, конечно, это полный. Обсуждаем, нормально ли. Вообще да. Так, Фержи пять, Фержи четыре. Фержи четыре это уже будет серьёзно. Опять какие-то бредовые жертвы считаем из того, чтобы нормально играть. Почему Фержи четыре? Ну, потому что... Никита, а ты писал? Я, скорее всего, писал про инцидент на этом, на ЧПТ Европы лично. Ну да. Так. Как на Д3 нападу? Что, бьём и Ф5 или как играем? Бьём и Фержи четыре, может быть? Или бьём и Ф5 и Фержи четыре в разных комбинациях? Или просто Ф5? Или просто Фержи четыре? Решайте. Ф5. Рано. Ну... Какой-то сферилистый. Какой стал? Сферилистый. Ладно, кто-нибудь обоснует мне ходу Ф5. Ты сказал, решайте. Ну... Ну, надо К1 раздавать. С чем-то руководствовались, наверное. Ну, ФЕ тогда быстрее, да. Не знаю, ФЕ, Ф6, Фержи четыре. Фержи четыре слабо. Ну, ещё Сонжи-7 какой-то ход есть. Ну, Сонжи-7 коровилистый. Ну, да, да. Везде эта ладья мешается. Ну, ладно. Ну, тут опять же, после К1 С1 явно не хватает всего этого. Просто на Ф5 был очень слабый ход. Надо было сначала коня выбить. К1 вообще не нужен, да, кстати, в этой позиции. Ну, как, он подключается на Е5, но то, что мы ладью отдали, это несколько важнее. Понимаете, тут ещё есть такой циничный ход с ЛНФ8, может быть. Ну, скорее всего, да. Ну, да, тут просто конь Е2, партия заканчивается. Довольно, кстати, несколько с огнём играет, но тоже должен отбиться. Мне кажется, позиция была очень перспективная. Ну, да, тут безнадёжно. Позиция была очень перспективная, то есть ДФ5 совсем слабый ход. Больше не буду доверять Пете, никогда. Ну, я не считал просто. Ну, да, понимаешь, сложно посчитать. Я даже не приступал к этому. Почитаться надо. Ну, ладно, давайте пожертвовать. Это за счёт. Ну, а чё делать? Там всё равно ничего нет. Ну, ничего нет, но так, на самом деле, на тоненького. Всё, щас забьют. Ну, вот важно, что у него Ферзя 1 есть ход. Да, это важно. Не, это всё-всё-рёвно важно. Ну, да, тут хотя бы какой угодно ход, но Ферзю 6, самое простое. Ну, будет мат давать, скорее всего. Ну, действительно, почему бы не. Знал, что ты играешь англо-индийский вариант, англо-индийский. Ну, сейчас я встречал все. Это очень полезно. Ну, это ground made. Не забывай.